28 января вышла Medium. Новая игра от создателей хорроров Layers of Fear, Observer и Blair Witch. В этот раз Bloober Team решила попробовать себя в новом жанре и сделала мистический квест, рассказывающий о приключениях Medium. Мы немного поиграли и делимся с вами впечатлениями от этой необычной игры, которую при всех достоинствах сложно посоветовать каждому. Medium рассказывает о Мариане, девушке с необычными способностями, которые позволяют общаться с умершими и отправлять их в дальнейшее путешествие. Некоторые души привязываются к реальному миру и по разным причинам не хотят уходить, тут на помощь и приходят наши героини. В самом начале игры девушка получает звонок от испуганного незнакомца, который просит приехать в отель Нива и помочь ему. Мужчина подозрительно много знает о самой Мариане, поэтому Medium отправляется в дорогу. По рекламным материалам может показаться, что игра будет исследовать тему загробного мира, параллельных реальностей или способностей героини. Но разработчики выбрали совершенно другое направление. В центре истории люди и отношения, пережитые травмы и непростые решения, принятые под давлением обстоятельств. Поэтому поклонников мистики игра рискует разочаровать. Паранормальное тут почти не объясняют, а причины и последствия многих сверхъестественных событий остаются за кадром. В этом плане игра похожа на Сайлент Хилл, где на первый план выходили психологические проблемы героев, а не зло как таковое. Но даже без толп монстров следить за историей интересно. Мы регулярно узнаем о новых действующих лицах, а хронология событий не всегда очевидна. Многие разработчики обещают запутанный сюжет, но Блубер Тим не обманула. Разобраться в происходящем тут действительно непросто. Хотя временами на смену любопытству приходит усталость. Иногда история буксует, пытаясь еще сильнее запутать игрока. А еще в Medium приходится ждать ответов до самого финала. Игра постоянно задает вопросы, но отвечает на них только в конце. Что касается геймплея, то Блубер Тим выпустила классический квест с поиском предметов, головоломками и условностями, характерными для жанра. Если на пути встречается дверь, то, конечно, закрытая, а ключ будет спрятан в шкатулке, которую тоже надо сначала открыть. Игровой процесс в Medium вызывает противоречивые эмоции, от приятной ностальгии до раздражения, когда решение сразу приходит на ум, но на выполнение задачи уходит слишком много времени. Во многом в этом виновата не самое отзывчивое управление и особенно кнопка бега, которая работает в трех разных режимах без какой-то очевидной логики. В одном коридоре героиня может полноценно бегать, в другом перейдет на шаг, а в третьем переключится на спортивную ходьбу. Из-за этого приходится постоянно проверять, эта игра сменила скорость персонажа в новой комнате, или ты не дожал до конца курок геймпада. Главная особенность, которая отличает Medium от других игр, возможность перемещаться между двумя реальностями. Иногда девушка может даже находиться в двух мирах одновременно, и на этом основана большая часть загадок. Экран в таких эпизодах делится на две части, а игрок управляет сразу двумя версиями Марианны. Правда, работают пространственные перемещения в заданных сюжетом местах, так что исследовать весь отель в двух мирах не получится. Переключение реальностей – отличная идея, которой все же не хватило полировки. В головоломках к механике не придраться. Задачки в игре не слишком сложные и почти всегда логичные. Если внимательно следить за внутренними монологами героини, то всегда понятно, что делать дальше, даже в моментах, где героиня прыгает между мирами сквозь зеркала. Но еще деление экрана часто встречается в сюжетных катсценах, и вот там оно выглядит неуместно. Например, в одной из реальностей героиня общается с духом и закуривает, а в другой смешно размахивает руками и говорит с пустотой. Лишь изредка разработчики понимают, что можно поиграться с ракурсами и показать сцену под разными углами, но почему-то почти не пользуются этим приемом. А вот звуковое сопровождение хочется похвалить. Композитор Silent Hill'а Акира Ямаока записал чарующую работающую на атмосферу музыку, а Трой Бейкер и Мэри Элизабет Макглин поучаствовали в создании песен. Их в игре всего две, но зато включаются они в самые удачные моменты. В заключении можно сказать, что Medium рассказывает о двух разных, но переплетающихся мирах, и сама игра получилась такой же. Отличные решения тут соседствуют с менее удачными идеями, а впечатление от увлекательной истории геймплейных механик портит техническое исполнение и неровный темп. И все же плюсов у игры больше, чем минусов, а фанаты квестов, возможно, даже будут рады ретро-подходу разработчиков. Блубер Тим выпустила самого близкого духовного наследника Silent Hill, интригующий мрачный атмосферный триллер.